За свои средства наших спортсменов, юных спортсменов и масс-рестлеров, ехав с агаистов в Индию. Итак, чемпион перед вами Ижи Акер Эрет Олович. Справа от него наш Андрей Винокуров, который также завоевал здесь медаль, но серебряную медаль. Молодец, Нергун Семенов. Он представляет Дальневосточный федеральный округ. Ну, отбор прошел там и здесь не смог, но оказался выше, да? Да. Является воспитанником Кузьмы Сивцева, тренеров, намсов. Кроме борьбы, увлекается также и футболом. Ну, спортсмен, конечно, он. Есть спортсмен, все виды спорта, наверное, да, смотрит, интересуется. А вот любимые виды это борьба и футбол сейчас. Финальная схватка весовая категория до 62 килограммов. Сейчас будут бороться спортсмены за бронзовую медаль. Первыми уходят на малый финал спортсмены. Василий Кириллин, Дальневосточный федеральный округ и Анаш Апыш, Сибирский федеральный округ, Республика Тыва. Финальная схватка весовая категория до 62 килограммов. Руководителем Кобра будет работать Андрей Яковлев, абсолютный чемпион. Арбитром на ковре будет работать Иван Рожин, судья республиканской категории. Анаш Апыш в предварительных схватках провел очень хорошую верную борьбу, но будет сегодня бороться только за бронзу. Молниеносная атака Анаш Апыша, но Василий Кириллин вовремя. Вот борьба тувинского борца, это классический проход ноги и сбивание. Сбивание очень хорошо, круговое движение он выносит соперника из равновесия, сбивает. Вот видите, сейчас за шейные позвонки чуть не завернул, но наш Апыш, Кириллин Василий. Да, и вот очередная молниеносная атака. И вторая бронзовая медаль будет признана борцу из ТВ, представляющей Сибирский федеральный округ. Анаш Апыш становится бронзовым призером по борьбе Хавсагай шестых международных спортивных игр Дети Азии. Вот здесь была обоюдная борьба, посекал и открывается Василий, открывается и волниеносный проход на колени проводит Анаш Апыш. Апыш и чистая победа с рабочей зоны вынос. Это Хавсагай все, финиш борьбы. Давайте еще посмотрим. Атакует Василий сейчас, но здесь посекает и открывается. Анаш Апыш, да. И молниеносная атака, проход ноги, колено сочта. И сейчас за золотую медаль будет схватка. Сергей Каратаев перед вами, Республика Саха-Якутия. И в синей форме выходит на ковер Вильям Ючугаев. Республика Саха-Якутия, вторая команда. Начинается схватка, три минуты. Да, два наших борца, они знакомы с друг другом. Последние три года соперничают, переходя с весовой категории на весовую категорию. И вот я считаю, что оба это борца в этом турнире не раскрылись в первом круге. И в второй-втором круге им пришло спуститься в группу «Б». И сейчас выясняют отношения к борьбе за бронзовые медали. Кстати, Сергей Каратаев выиграл у Вильяма Ючугаева на чемпионате Монголии. Когда они проходили сборы. Один завоевал первое место, а второй – второе место. Да, это финал весовой категории до 62 килограмма. Это борьба за золото. Да, борьба за золото. Борьба за золото. Да, здесь я ошибся. Борьба за золото. Два представителя нашей республики. Да, здесь вышли в 62 килограмма. Золотой финал. И сейчас разыграют медаль. Оба медалиста, но разыграют золото. Вот и скручивание с колен. Предупреждение Вильяма Ючугаева. Нет, вернее ему балл, да? Предупреждение получает Сергей Каратаев. Очень скоротечная схватка. Полторы минуты остается. Уже пол схватки мы с вами увидели. Вот Кузьми Суцова мы видим. Стоит, наблюдает за схваткой. 1-1 уже. Да, 1-1. И минута с лишним. В данной ситуации выигрывает Сергей Каратаев. Да, пытается Сергея вывести с равновесия. Он за локтевые связки все время раскручивает, раскрывает и готовит. Скорее проход ноги. Но знание друг друга соперничества с детства не позволяет попасться в амманном ложным атакам. И блокируются все эти движения заранее. Закись руки блокируется. Но здесь надо найти выход. Осталось всего 24 секунды. Но встали маленько. В статическом положении находится борьба. Борьба Хапсаде, она динамична. Здесь надо очень выдергивание, продавливание. Все время быть в движении. Тогда какой-то момент образуется. А когда стоишь в одном положении, найти момент очень сложно. Сергей Каратаев еще один балл получает за пассивность его соперника. И 2-1. Неужели с таким счетом? Да. И по предупреждению выигрывает Сергей Каратаев. Не смогли ничего сделать друг против друга спортсмены. И только тут судья определил, кто был активнее. И Сергей Каратаев чемпион наших игр. Хапсагае. 62 килограмма. Поздравляем. Золотая медаль наконец-то у наших хапсагаистов. Да. Трудная медаль на самом деле. Она пришла с большим трудом. Достойные соперники были, да. А наш АП достойный был. Вот смотрите, стоят у вас в статистическом положении. Но сына ошибки здесь была бы очень большая золотая медаль, да. И в этот момент судья дает окончательный финальный свисток. И по... Да, и поднимают руки Сергея Каратаева. Смотрим интервью. Простойный. Мы должны быть в Либеевым, чемпионов, и мы должны быть виноватым. Мы должны победить в Либеевым. Да, он боится. Либая, мы должны победить в Либеевым. Это не только для Либеевым. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok . Я не знаю, что они не знают, что они не знают. Сейчас подготовка к церемонии награждения. Весовая категория. Самая урожайная у нас получилась весовая категория до 62 килограмм. Да, конечно, две медали, золотая и серебряная, были разыграны здесь. И Республика Саха-Якутия получает золото. Ну, а серебряная медаль у второй нашей команды. И бронза у дальневосточников Василия Кириллина. А честь ее защищал тоже представитель нашего хапсагая якутского Василий Кириллин. И у нас в следующей весовой категории до 70, свыше 70 килограмм. У нас тоже два борца. И мы тоже ждем больших, надеемся, на и за борьбу за бронзу у нас будет бороться Никита Хабаров. А за золото Эдуард Максимов. Оба наши тяжеловеса проявили себя отменно. Но соперники сегодня у Никиты тоже Александр Алексеев. Это дальневосточный федеральный округ. Тоже воспитанники в кусках хапсагая. А более серьезный соперник будет у Эдуарда Максимова, представляющий Сибирский федеральный округ. Обрал Домбанай, чемпион ТВ, он бронзовый призер. И сейчас у нас начинается церемония награждения до весовой категории до 62 килограммов. Продолжение следует. Председатель Ассоциации национальных видов спорта САХАДА «Спорт». И сейчас листовая категория до 62 килограммов. Бронзовая. Да, до 62 килограммов. А наш АПШ получает бронзовую медаль. Представитель Сибирского федерального округа. Республика Тыва. И серебряная медаль у Вильяма Ючигаева. Вот он перед вами. Его тренер Егор Дмитриевич Малышев. Кроме борьбы, этот парень еще увлекается музыкой. Ну и наш чемпион Сергей Каратаев. Республика Сахая Кутия. Первая команда. И поздравим его тренера Василия Александровича Иннокентьева. Да, воспитал чемпиона. Чемпиона игр. Видите, да, какие эмоции у парней. Они очень хотели этой победы. Они все сделали для того, чтобы завоевать медали. И они это сделали. У нас еще один финал в весовой категории с высшей 70 килограммов. Первыми на кавер выйдут борцы бороться за бронзовую медаль. Александр Алексеев, Дальневосточный федеральный округ. И Никита Хабаров, Республика Сахая Кутия. Вторая команда. Александр Алексеев подготовил Вячеслав Иванович Данилов. А Никиту Хабарова, Афанасьев, Станислав Егорович. Вот это бронзовый финал будет у нас. Бронзовый финал будет у нас. Арбитр уже у нас вышел. Живо интересуются другие участники соревнований. Сегодня пришли посмотреть на Капсагай. Все готово. И первым подходит Александр Алексеев, Дальневосточный федеральный округ. Это, конечно, воспитанник Якутской школы Хабсагая. Александр Алексеев, его тренер Вячеслав Иванович Данилов. Вот кроме Хабсагая он еще увлекается и боксом. Вот интересно, да? Да, вот сочетание такое. И соперник Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия, вторая команда. Очень интересную и содержательную борьбу показал в утренней программе, да, Никита Хабаров. Его тренер Станислав Егорович Афанасьев, также известный Хабсага есть в прошлом, сейчас судья. Вот, кстати, Никита Хабаров был абсолютным чемпионом в Монголии в 2016 году, когда проходили сборы наши борцы в этой стране, да? Представительный был турнир международный по Капсагае, и там Никите удалось показать достойную, защитить честь республики. Никита человек очень спокойный, рассудительный, и как бы за счет собственной ошибки он уступил в третьем круге. В очень равной борьбе он уступил Авралу Дамбанаю, представителя Сибирского федерального округа из Республики ТВ. Три-два там был счет. Сейчас вот в борьбе, ну, более тяжелый Никита напрягает своего соперника, Александра Алексеева, и за счет вот своих ног он пытается его вывести с равновесия. Но парни-то не раз встречаются друг с другом, знают свои слабые и сильные стороны соперника. Соперника, и за счет скоростного прохода здесь ничего не сделаешь, цена ошибки большая, бронзовая медаль на кону. Да, тот, кто проиграет, останется без ничего на соревнованиях. И действительно вот эта схватка для обоих спортсменов принципиальнее. Никита Хабаров пытается найти свой захват, контролирует своего соперника. Вот более выгодный захват свой он нашел. Тесно, ну, упустил, да. Да, сразу же упустил. Упустил захват и еще один балл получает Никита Хабаров. 0-2 в пользу Никиты. Ну вот, за разрыв захвата. Секунд сейчас пойдет ва-банк его соперник Александр Алексеев. Ему это придется сделать, потому что он проигрывает. И 30 секунд всего остается. Да, он активизировался. Очень активен сейчас. Будет искать свою борьбу, будет пытаться бросить соперника. Почему-то Никита Хабаров работает на удержание счета, да? Все время смотрит на табло. Один-два. На волоске сейчас. Очень удобно. Осталось всего две. И проход! Время. Да, не успел. Что ждал, да, спрашивается. Но всегда. Всегда так. Александр Алексеев в своем арсенале, оказывается, это имел шанс, да? Вот технические действия имел поставленные, но выжидал до последнего и не успел по времени. И бронзовым призером борьбе Хабаров с Сагай свыше 70 килограмм шестых международных спортивных игр «Дети Азии» становится Никита Хабаров. Да, вторая команда «Республики». Посмотрим, вот как атаковал, да, Александр Алексеев. Здесь он был очень активен. Да, когда прошел-то очень капитально. Отлично прошел ноги, но так и не успел все-таки уронить соперника. Но и не факт, когда время было бы, победил бы, да, здесь Никита защищался очень уверенно. Но если бы время было бы, то и Никита Хабаров по-другому бы боролся, он бы тоже не стоял. Так что здесь, в принципе, закономерно, действительно, Никита Хабаров в первых кругах очень хорошие схватки показал и завоевал бронзовую медаль. Эдуард Максимов в красной форме «Республика Саха-Якутия» и Аверал Дамбанай в Сибирский федеральный округ. Это финальная схватка программы борьбы Хабсагай. Финальная схватка. Ребята вешают намного больше, чем 70 килограмм. И атаку проводят. Да, Аверал как взял, да, ногу соперника и положил соперника. А вот тренер как радуется. У него уже, не ошибаюсь, 4 золотые медали. 4 золотых медали. Напомню, из 6 весовых категорий 4 веса взяли тубинцы. Вот это да, вот это школа. Великолепно подготовились. Ну, как рассказывал сам тренер, да, Алексей, боящийся ошибиться с фамилией, брал у него интервью и рассказывал он, что на одно место в сборной команде претендовали 50-60 человек. Вот это да, вот это популярность борьбы. Еще раз скажем, что и в ТВ борьба, конечно, исконно очень популярный вид спорта. И национальная борьба, хорезда, там огромной популярностью, пользуются огромной популярностью. И мальчишки от мала до велика занимаются борьбой. И вот вырастают чемпионы, в том числе чемпионы наших игр, дети Азии. Ну, добавить можно здесь, что в Козыле появился спортивный клуб российской армии, да. И у девочки тоже сибирский округ Козыл представляет, тоже хорошо играет. Появилось финансирование и борцы оживились. Это видно за два года работы этой спортивного клуба. Тувинские борцы во всех стилях сейчас проявляют. И мы ждем светочное награждение. Действительно, отличная школа. Мы видим, да, какой прогресс сделала Республика Тыва в борьбе. И у нас интервью сейчас. Абрал, с всей души поздравляю, ты стал чемпионом шестых игр, дети Азии. И в каком виде? В нашем виде. И пусть расскажет, это его первый опыт международный. Да, это его первый международный опыт. До этого он не выступал в международных соревнованиях. В основном он борется по вольной борьбе. И дзюдо, и самбо, и сумо у нас здесь очень развивается Республика. И в основном он чемпион нашей Республики по национальной борьбе. Тоже очень похоже на борьбу Хабсагай. Тоже на три точки боремся. И в национальных одеждах, и в сапогах боремся. У нас только минуты нету, ограничений нету. И круг тоже нету. Вот на поле, в полях, в стадионах боремся. Сам тоже расскажет, да, как он отборолся сегодня. Ну, было очень трудно. Сотпельники тоже были трудно. И вот ты в конце вот станцевал танец Орла, да? Это что за танец? Всегда ли вы его танцуете? Да, национальный танец. Это танец Орла, танец наших предков, кувинцев. Это великий Субедей, правая рука Чингисхана. От него, от нас остался вот этот танец Орла. Вот, мы до сих пор исполняем танец Орла. Когда побеждаем, когда выйдем на поле, всегда исполняем танец Орла. Это поднимает у нас дух. Дух предков. Ну, и что будешь своим сверстникам, да, чтобы они тоже приехали через 4 года побороться по борьбе Хабсагай. Вы, наверное, уже специально будете готовиться, да? Да, сейчас у нас появился мысль, здесь у вас же это постоянно проводится, праздники, да, Иссых, например, по борьбе Хабсагай. Там тоже очень хорошо у вас, да. Спорт номер один здесь тоже считается Хабсагай. И у нас также, если возможность будет, мы с нашими борцами тоже хорошие, это борцы наши есть, приедем, поучаствуем. Думаем, это не наш, не первый, не последний приезд Якутс, земля Олон-Хо. Спасибо, ждем вас, ждем. Да, и у нас завершается на этом программа по борьбе Хабсагай в 6 весовых категориях, из которых 4 золота взяли сибирские борцы, борцы сибирского федерального округа, который представляет, как мы видим, да, республику Тыва, отличную борьбу, отличную борьбу показали. И, конечно же, мы сейчас с вами увидим церемонию награждения, церемонию цветочную, весе свыше 70 килограммов. Аверал Дамбанай, наш чемпион. И серебряная медаль у Эдуарда Максимова. Быстротечная схватка финальная получилась, но такова борьба, борьба Хабсагай. Давайте с вами поздравим вместе и наших борцов, чемпионов, призеров. Единственная золотая медаль сегодня у команды республики Саха-Якутия Сергей Каратаев принес золотую медаль. Весит до 62 килограммов серебро у Бильяма Чигаева. Сергей Иванов завоевал бронзовую медаль. Ну, неплохо выступили ребята. Ну, а и в весе свыше 70 у нас также бронзовая медаль Никита Хабарова и серебряная медаль Эдуарда Максимова. Итак, церемония награждения проводит Николай Иннокентьевич Румянцев, президент федерации Хабсагая республики Саха-Якутия. Самая высокая, высшая весовая категория, свыше 70 килограммов. Третье место у Никиты Хабарова республика Саха-Якутия. Его тренер Станислав Егорович Афанасьев. Поздравим его тренера тоже. Бронзовая медаль. Хороший результат. На втором месте серебряная медаль у Эдуарда Максимова. Первая команда республики. Тренер его Егорин Акентевич Никоноров. Ну и чемпиона Аверал Дамбанай, Сибирский федеральный округ, республика Тыва. Поздравим чемпиона, поздравим призеров. С хорошими результатами. И, конечно же, тем, что они показали достойную, красивую борьбу. И порадовали всех своих болельщиков. И на этом мы с вами прощаемся. Всего хорошего, друзья. Смотрите спорт на каналах НВК Саха. Субтитры создавал DimaTorzok